Поиграйте со мной! 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 О, боже мой, как это классно! Играйте в игру Споры! Это будет... Верить в плоскую землю и не верить в Господа, это очень смешно. А еще есть люди, которые верят в плоскую землю, не верят, то есть верят в плоскую землю и верят в эволюцию. Да, но это отдельный тип людей, наверное, люди, сошедшие с ума, верящие в эволюцию, в плоскую землю. Ну, от сумасшедших отойдем. Спор далеко не первая игра об эволюции. До нее были такие игры, как, например, Evolution The Game of Intelligent Life, позволяющие игроку управлять условиями окружающей среды и тем самым влиять на биологические виды, живущие на планете. А в конце вы также могли создать разумную жизнь, например, из динозавров, слонов, ну или не извращаться и создать людей. Также была игра Luck of Love, рассказывающая нам историю о творении пришельцев, вызовнивших себя хозяевами природы и тем самым поплатившихся от своего же создания. В этой игре вы эволюционировали, решая задачки, имеющие разные варианты решения. И убирая те или иные варианты, вы, соответственно, влияли на свое же существо. Так что в идее симулятора развития жизни нет ничего нового. Однако спор давало намного больше творческих возможностей игроков. В этом видео я бы хотел рассказать об игре, достаточно известной, чтобы по ней писали фанфики. Снимали летсплеи. Ну и знаете, просто когда-то в моей любимой игре. Вроде как мне отец рассказывал, как этой хуйней пользоваться. Ёма-мою-мать. Из древней технологии предков. Так. И что дальше? Данная часть видео, как вы уже поняли, адресована ньюфагом, которые по всей видимости проявлялись в коме последние 10 лет. Доброе утро. Вы находились в консервации 50 дней. Чё, уже 50 дней видео не делал? Все испытуемые в Центре продолжительной консервации должны регулярно пробуждаться и выполнять упражнения для поддержания физического и умственного здоровья. На стене рядом висит картина. Пожалуйста, встаньте перед ней. Это предмет искусства. Если созерцание картины не принесло должного интеллектуального удовлетворения, прослушайте отрывок музыкального произведения. Хочешь стать успешным мой, спроси меня, Катя. Так, так слушай, новый план. Веди себя естественно, мы ничего потом не сделали. Привет! Всем привет, меня зовут Николай Соболев, и давайте перейдем сразу же к делу. Ну или для детей, которые только недавно родились. Возможно, они просто перепутали мой котен с детским. Это легко сделать. Игра состоит из пяти этапов развития. Клетки, существа, племени, цивилизации и космоса. Соответственно, начинайте высота по клетке. Суть которого сводится к тому, что вы плаваете в воде, кушаете или другие клетки. Или сопли. Ну и еще также можно стать всеядным, если вам, конечно, нравится сосать. Кушая, вы собираете очки ДНК, растете и влияете себе на карму. Но об этом чуть попозже. Также в игре вы можете встретить различные части тела, которые можно добыть из других существ, ну или астероидов, раскиданных по всей карте. Нацепить эти части тела можно после спаривания за очки ДНК, которые вы собрали. Важно подменить, что на этом этапе особенности тех или иных частей тела складываются. То есть, если вы нацепите на себя два хвоста, то будете плавать в два раза быстрее. Этап закончится, когда вы заполните всю полоску развития снизу. Ну вот у вас появляется интеллект, вы понимаете, в фокунгах не живете, решаете отрастить ноги и съебаться. В конце этапа игра подсчитывает ваш результат и решает, какую карточку вам выдать. Красную, синюю или зеленую. Карточки влияют на то, с чем вы начнете следующий этап, а также какие способности у вас будут на других этапах прямиком до космоса. На этапе существо, соответственно, карточки дают вам способ питания. Это плотоядность, всеядность или травоядность. И по одной способности. За плотоядного это пугающий всех рык. За травоядного пение, которое наоборот располагает к вам других существ. За всеядного хитрожопость, позволяющая позвать себе под ногу. На этапе существо пища уже не дает очки ДНК, а только восполняет здоровье и полоску голода. Очки вы будете получать за взаимоотношения с другими видами. Эволюция существа тут происходит примерно по тому же принципу. Находите партнера и спаривайтесь. Единственное отличие заключается в том, что деталей в редакторе намного больше, поэтому поиски их превращаются в некий квест. Поговорим немного о деталях. На данном этапе у вас есть способности, которые делятся на нейтральные. Это всякий прыжок, бег, полет и так далее и тому подобное. Атакующие, соответственно, для атаки других видов. Это укус, удар с разбега и так далее и тому подобное, и них чуть попозже. Для общения с другими видами это пение, танцы и так далее и тому подобное. Ну и также скорость и здоровье, которые также можно увеличивать. Каждый параметр имеет свой уровень, максимальный четвертый. Но в отличие от этапа клетки, уровни не суммируются, а выбирается просто максимальный, который вы смогли себе нацепить, скажем так. В принципе, это все, что нужно знать про прокачку. Можете создавать свое существо и удивляться, как же Господь Бог глуп, раз не смог создать такое совершенство. Так, что-то я вроде упустил. Ах, да, взаимодействие. На выбор у вас несколько вариантов взаимодействия с другими видами. Это атаковать их или дружить. И в том и в другом случае вам придется применять соответствующие способности. Для атаки это удар с разбега, по сути атака состояния с оглушением. Обычный укус, который ставится как атака по умолчанию. Удар, который наносит больше урона, но и перезаряжается дольше. А также плевок, который по сути стрелковая атака, но не очень эффективная. И скорее всего после ее применения к вам подойдут и скажут. Сударь, ну не подобающе так себя вести. Ну вроде вы приличный человек, а так неучтиво себя ведете. В следующий раз не забывайте, что вы находитесь в культурном обществе. С общением все немного проще, потому что как минимум тут вы не будете огребать. Вы встаете напротив представителей другого вида и начинаете повторять за ним действия. Сверху находится шкала, показывающая насколько вы близки к заветной дружбе. Соответственно тут уровни навыков отвечают за то, насколько вы понравитесь другому существу. Участники вашей стаи могут вам в этом помогать, в случае если их уровень выше. Ну и в случае удачи, ваши отношения улучшатся. А в случае неудачи... Лох! Питер! О, но что это происходит после твоего рождения? Ничего страшного. Просто твои сородичи решили найти новое место для жилья. И теперь тебе придется тащиться через пол карты к новому гнезду. Если ты конечно хочешь дальше продолжать эволюционировать. Так, что еще можно рассказать об этом этапе? Ммм... Меня всегда удивлял тот факт, что в играх, рассказывающих историю человечества, нет места природным катаклизмам. Зато есть место бодипозитиву. Природа имела огромное влияние на человеческую цивилизацию. Например, ряд половодий зафиксировались в человеческой культуре, как истории о гибели почти всего человечества. А например, Черная Смерть, бушевавшая когда-то в Европе, ну... породила объекта Сипи? Ну вот, а в споре есть заскриптованный метеорит, который пугает другие виды. И они разбегаются. И пугаются. Мда. Еще на этом этапе вы впервые встретите гигантов, которые имеют дофига хп и очень агрессивные. И которые будут попадаться впоследствии на всех других этапах. А, ну еще есть инопланетяне, которые на этапе племени будут пиздить ваших домашних животных. Ну все, заканчиваем с этим этапом. Вот вы поумнели и можете перейти на этап племя. А можете не переходить. Игра опять подсчитывает вашу карму, выдает вам карточку и все в таком духе. Существо теперь не эволюционирует, хотя некоторые его особенности сохраняются. Например, если ваше существо могло плеваться, то оно будет плеваться и на этапе племени. А если ваше существо умело маскироваться, то оно сможет на какое-то время становиться невидимым. Но тем не менее, на этом этапе решает экипировка, которую вы нацепите на ваше существо. Ну, во всяком случае, так хотели думать создатели. Цели на этом этапе схожи с целями на предыдущем. Вам все так же нужно задружиться или уничтожить другие племена. С одним лишь отличием. Теперь вы управляете не одной особью, а целым племенем. То есть этап из себя представляет стратегию в реальном времени. Что-то наподобие Варкрафта, только без всего того, за что мы его любим. Я просто бог сравнений, да. Валютой на этом этапе является еда, за которой вы покупаете здания, рожаете новых поселенцев, ну и просто кормите всех членов вашего племени. Соответственно, на пищу влияют карточки, полученные на этапе клетка. Будучи хищником, вы будете питаться только мясом. Будучи травоядным, фруктами. Будучи всеядным, сможете жрать все, что угодно. Соответственно, также этап клетка даст вам и способности, связанные с едой. Хищники смогут ставить ловушки, чтобы ловить других животных. Травоядные могут заставить сыпаться фрукт из деревьев, а всеядные наловить на халяву рыбу. Пищу, к слову, также можно получать от домашних животных, воруя у других племен или получая от них подарки. Соответственно, вы также можете и дарить подарки другим племенам, что будет влиять на их отношение к вам. Что касается взаимодействия с другими племенами. Теперь для этого нужны инструменты, которыми вы будете экипировывать жителей вашего племени. Инструменты берутся из зданий, которые, соответственно, покупаются за пищу. В остальном особо отличий нет, все те же атака и все тоже общение. Работает это все примерно по похожему принципу, ничего нового нет. Карточки за предыдущий этап также дают вам какие-то способности, связанные как раз таки с взаимодействиями с другими племенами. Получив красную карточку, вы сможете метать бомбы, наносящие урон другим существам. Получив зеленую, сможете поставить фейерверки, которые улучшат отношение к вам другого племени. Синяя карточка даст возможность зомбировать диких животных и или заставить их напасть на другое племя, или помочь подружиться с ним. Постепенно ваше племя вырастает и игра в зависимости от кармы выдает вам специализацию. Красную или военную, зеленую или религиозную, синюю или торговую. И вы переходите на этап цивилизации. На этапе цивилизации все кардинально меняется. Теперь миром правят деньги, которые вы будете получать, обрабатывая пряности, местный ресурс, в своих городах. Покупая на них заводы, чтобы число денег за пряности было больше. Развлекательные центры, чтобы жители не грустили. И жилые дома, чтобы жителей было больше. А также различного рода технику, чтобы захватить все остальные цивилизации и перейти уже на этап космос. Описывать то, что дают карточки с этапов до племени я не буду, потому что этих способностей немало. Скажу лишь, что примерно зеленые карточки дают хилки, красные способности связанные с атакой, а синие заставляют ваших соперников творить всякую дичь. В свою очередь, этап племя, как я уже говорил, дает вам специализацию и вундервафлю, связанную с ней. Вкратце, военная специализация. Вы строите военные юниты, подбираетесь к чужим городам, разрушаете в них всю инфраструктуру и захватываете этот город. Минусы такого подхода можете ценить сами. Вам придется отстраивать заново город. Ваше супероружие, ну логично, ядерное. Религиозная специализация позволит вам. стучаться в чужие двери и предлагать поговорить о боге при помощи огромной голографической херни преимущество такого подхода заключается в том что вы не трогаете инфраструктуру а сразу так уйти по ратуши таким образом город вам отстраивать не придется защититься от вас могут повышая настроение города таким сам замедляя ваш захват и строя турельки религиозные юниты очень слабые и это их минус ваше супер оружие ну естественно телеканал спас что же еще душа полезно ли смотреть канал спас и союз сегодня на исповеди мне священник сказал что это не душа полезная а где же мы подчеркать подчеркнем знания как не у профессора осиповой и не у вас батюшки не знаю у него спросить у этого батюшки торговой специализации в этом плане достаточно интересная вы никого не атакуете никому не промываете мозги вы просто заключаете торговые сделки повышаете сам доход себе и вашему оппоненту постепенно вы переполняете чужой город своим капиталом да и жители по всей видимости к вам привыкают и вы просто покупаете чужой город ваше супер оружие деньги ну и как водится в конце этапа игра снова подсчитывает вашу карму и выдает вам карточку однако тут не все так просто если на других этапах вы получали специализацию ориентируясь на предыдущий этап то есть будучи существом вы становились хищником в случае если за клетку кушали мясо будучи цивилизацией вы становились военной в случае если за племя атаковали другие племена в космосе же ваша специализация складывается из всех полученных вами карточек всего на этапе космос 9 специализаций язычников вы получаете за три или четыре зеленые карточки ваша суперспособность возвращаться домой из любого конца галактики евреев вы получаете за три или четыре синие карточки если за них играет компьютер то основа не будут дружелюбно и всегда был стремиться с вами торговать их способность моментально подготавливать системы с которыми торгуют для их покупки фашню вы получите за три или четыре красные карточки если за них играет компьютер то они будут достаточно агрессивными будут требовать с вас дань даже случай если вы с ними дружите а также будут атаковать соседей но зато оружие у них стоит дешевле их суперспособность призывать себе на помощь корабли пиратов аметистов вы получите за две красные и две синие карточки их суперспособность запрещена космическим кодексом это гравитационная волна сносящая все строения на планете делая ее чистой и доступные для колонизации гримписовцев вы получите за две зеленые одну синюю и одну красную карточку их особенность заключается в том что они дружелюбные и трусливые их суперспособность похитить по одному представителю каждого вида с планеты пиздатым парнем вы сможете стать за две красные одну синюю и одну зеленую карточку пиздатый парень может быть только один во вселенной я серьезно компьютер за него не играет ваша суперспособность вызвать своего мини клона пгмутом вы сможете стать за две зеленые и две красные карточки если за них играет бот то они всегда будут с недоверием относиться к чужакам если конечно вы не представитель их философии тогда все нормально их супероружие также запрещено космическим кодексом это зомбирующий луч который может захватить всю планету и вместе с ней соответственно систему ютубером вы сможете стать за одну зеленую карточку две синие и одну красную это также миролюбивые существа которые по сути то даже и не воюют ни с кем всегда будут вам относиться хорошо их суперспособность прекращать войну со всеми империями на две минуты пиндосом вы сможете стать за две зеленые и две синие карточки ваше супероружие отключать все корабли и башни на планете космический этап представляет из себя управление космическим кораблем являющимся по сути представителем вашей цивилизации вы можете колонизировать планеты воевать или торговать с другими цивилизациями в общем разгуляться есть где это последние этапы по сути цели никакой его нет поэтому особо и рассказать о нем нечего да и мало кому усердия хватило чтоб не забросить его но об этом чуть попозже невообразимые спортивные рекорды ежедневные научные открытия курорты на марсе и спальные районы на дне океана так романтики и фантасты недалекого прошлого представляли себе ближайшее будущее которое для нас современность компания максис основанная уиллом райтом и джеффом брауном изначально занималась разработкой различного рода интересных симуляторов самые известные это конечно же the sims и sim city однако это могли быть различные симуляторы техники но если смотреть ближе к спорту симулятор планеты симулятор муравья и например симулятор генетики игра спор задумывалась еще в 2005 году и естественно у нее существует различного рода прототипы наработки тестовые проекты которые нужны для того чтобы проверить те или иные особенности механики игры найти их легко можно в интернете у нас больше интересует демоверсия и то что в игре не появилось господи да я боженька в ступительных частей самое незначительное что показывали в ранних демоверсиях но это так и не появилось в релизной версии игры это кровь но тут в принципе все понятно авторы рассчитывали охватить также детскую аудиторию поэтому это можно объяснить просто желанием снизить возрастной рейтинг но дальше интереснее этап существа должен был начинаться под водой а переход на сужу должен происходить после набора определенного числа очков развития вашего существа что мне кажется в принципе даже более логичным нежели нынешняя ситуация в спор так как после клеток в эволюционной цепочки шли многоклеточные но многоклеточные свой путь начинали с рыб и других подводных существ другой же стороны создать морскую цивилизацию было невозможно что опять же логично потому что под водой невозможно скреплять те или иные объекты а также обрабатывать или иные ресурсы то является практически фундаментом любой технологической цивилизации так что в океане не может возникнуть ничего умнее дельфинчик а что ты там про дельфинов сказал они без мячиков могут дизлеваются у них язык сонди они моряков спасают они из самых умнейших общественных привычные люди сука 6 утра пидорасы это ты говорил в интернете что дельфины тупые да но это логично это обычные водоплавающие животные вы говорите что у них есть язык но язык тех же пчел гораздо более близок человеческому эти животные не могут создавать даже примитивные орудия труда что делает их уже на ступень ниже нежели любые приматы все что они могут это подзывать своих сородичей что умеет немалое число живых существ дикой природе поддаваться дрессировки а также насиловать своих сторон еще вдыхательные дырки и моряков которым не повезло ну и вести деграданские паблики в кондаче сука за дефина агностика ответишь строить из себя сука умника бля пида пида на этом загрузочном экране появившемся в первой демо версии сверху указаны все этапы присутствующие в ней теперь задачка вспомните сколько этапов я вам называл до этого и посчитайте сколько их тут здесь если вы все сделали правильно то вы нашли один лишний вот этот это этап город и по идее должен был олицетворять промежуток человеческой истории между средневековьем и индустриальной эпохой но впоследствии разработчики решили от него отказаться чисто мое мнение этот этап действительно был лишним потому что его функцию в принципе выполняют как этап племя так и этап цивилизации что-то это 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 здесь 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 например с Уилл, иди-ка сюда. Где? Где это всё, Уилл? Но ведь вы можете высаживаться на планеты при помощи голограммы. Но она не материальна, Уилл. Она не может ни с чем взаимодействовать, это просто камера, Уилл. Где орды детства, не спривисённых мне в качестве жертвы как богу, Уилл? Всё в порядке, ведь вы всегда можете купить дополнение. Иогейм, это просто заранее сделанные уровни. Я не могу высаживаться на любой планете. Где, сука, культы в мою честь? Где это всё? Миллионы лет вращается наша планета. Миллионы живых существ населяли её за это время. Среди них было множество причудливых созданий. Они поражают воображение. Наше воображение. Ибо мы, единственные, кто в нелёгкой эволюционной гонке обрёл свет разума. Вот это да! Это же цунами из сахарной ваты! Ребятушки, что мне делать? Пожалуйста, помогите! Позвольте, ребята! Помогите желеному медведю Валере! Что можно сказать об этой игре? На момент её выхода это был достаточно необычный проект. Подобных игр было немного. А игр, охватывающих не только эволюцию, но в принципе развитие разумной жизни в целом, так и вообще, по-моему, не было. Плюс эту игру сделала Максис. Со своим фирменным стилем, шутками и отсылками. Каждый элемент этой игры живёт своей жизнью. Вы можете найти какое-то племя, приблизить камеру и посмотреть, как его жители общаются друг с другом, подшучивают, проявляют какие-то эмоции. Одним словом, живут. Игра просто идеально подходит для созерцания. Но, к сожалению, на большее она не способна. Я думаю, многие играющие в неё замечали, что постепенно, по мере прохождения, интерес к игре падает. У кого-то это начинается с этапа племени, у кого-то с этапа цивилизации, а у кого-то с этапа космоса. При ближайшем рассмотрении становится понятно почему. Игра кидает игрока из одного жанра в другой, и отнюдь не плавно. Первые два этапа эта игра, по сути, за одно существо. Вы просто набираете очки и переходите на следующий уровень. Меняется, по сути, только темп игры, но это не так бросается в глаза. Более того, вы делаете всё то, что вам обещали в рекламе. То есть, создаёте своё существо. По сути, многие, кто покупал спор, покупали именно эти два этапа. А остальные шли как бонус. Но вот вы проходите два этапа, и впереди внезапно стратегия. Не полените меня неправильно, в этих стратегиях нет ничего сложного. Но это всё равно заставляет игрока мыслить сразу в другой плоскости. Только что он играл за одного персонажа, проходил некий общий квест по игре, и вдруг внезапно ему надо строить здания, управлять юнитами и захватывать другие племена или цивилизации. Управляя, повторюсь, не одним существом, а сразу несколькими. Кто-то успевал перестроиться, а кто-то рассчитывал именно на игру только на двух предыдущих этапах. И это вгоняло его в ступор. Ну и соответственно игра начинала надоедать. Не говоря уже о том, что на этих этапах ты уже не изменяешь своё существо. То есть определённая часть веселья ушла. Но далее идёт этап космос, который по сути является песочницей. То есть до этого этапы имели какую-то определённую цель. Сделай то-то и перейдёшь на следующий уровень. А теперь цели нет. Тебя просто бросают в океан и говорят, плыви! Что? Зачем? Так многие бросали игру. Или начинали новую. В игре также есть просто фундаментальная ошибка, которую по-моему должны совершать только новички. Причём не важно в какой творческой сфере, это лишние элементы. До этого я вам уже рассказывал про способности, которые вы получаете за прохождение того или иного этапа. Так вот игру можно пройти спокойно без них. И по моим ощущениям я так и делал. Серьёзно, я узнал о большинстве из них просто недавно. Одна способность это позвать под ногу на этапе существо за всеядного. Так вообще могла вас бесить, скорее всего, потому что она очень похожа на кнопку спариться. В итоге, с одной стороны, игра является таким образцом того, как не надо делать игры. Но с другой, вполне себе вытякивает благодаря атмосфере, созданной Максис. И многие эти неправильные элементы вы могли даже не замечать. Именно из-за этой ламповости. Очевидно, что игра в принципе хорошая, но её нужно дорабатывать и дорабатывать. Чем Максис под предводительством EA Game и занялась? Сначала вышло дополнение, добавляющее вам новых частей тела для существа. Ну, в принципе, неплохое начало. Я бы сказал, что действительно новых частей тела и каких-то косметических элементов этой игре нужно, потому что игра в принципе рассчитана на творчество. Но впоследствии, что-то не поделив с EA Games, Уилл Райт уходит из компании. Женится на какой-то русской женщине и собирает вещи, связанные с космической программой Союз. Ну окей. И далее спор уходит в свободное плавание. Далее выходит дополнение «Космические приключения», которые я просто не понимаю зачем. По сути, они прикручивают ненужный геймплей к этапу космоса, а именно прохождение уровней, заранее созданных игроками. После этого игра на компьютерах умирает. Зато пытается переродиться на других консолях. На Wii U и Nintendo 3DS выходит спор Hero. И стоит заметить, что с «Космических приключений» спор стал перекашивать в RPG. И спор Hero — это RPG-арена. О её продажах я не знаю, но могу судить по тому, что я о ней даже не слышал. Да и вы, наверное, тоже. Ещё я могу вспомнить игры на Ява. Это этап «Клетка», который был в принципе неплохой. И этап «Существо». Тут уж я не знаю, прикладывали ли к этим играм руку Максис или нет, но такие игры существовали. Далее выходит RPG, Dark Spore и... ну это уж совсем дичь какая-то. Игра вообще в принципе отошла от идеи своего создателя и ушла в какие-то дебри. И что интересно мне об играх, в общем, это что мы можем взять много динамиков и компрессировать их в очень short-term experiences. Потому что это так сложно для людей думать 50 или 100 лет назад. Но когда вы можете дать их игру и они смогут испытывать эти динамики в несколько минут, я думаю, что это совершенно неизвестный вид вид, где мы нарушаем игру, например, к нам обманывали в маке, чтобы формироваться от интеллекта. Это как в самом деле, что телескопа или микроскопе рекализирует ваша. Я думаю, что компьютер симуляции могут рекализировать ваша инстинктов Покойся с миром, неплохая идея игры, мы будем тебя помнить.